Продолжение следует... Вы ведь любите тайбреки? Напомню, что игроки будут... Все-таки серию уже до трех побед играть. Не до двух, как это было на протяжении всего турнира. И дисконтент тем временем получается целых шесть поинтов. Будет ли меньше? Тайбрек хайп. Уже сразу. Да, сейчас ждем только флюайса. Не все хотят, чтобы победил Смол Мекку. 92 от флюайса. Вот тебе на. Не будет у нас... Excuse me. Free mod карты обойдутся игроки в этот раз. И не будет good night. Не хотят эти финалисты играть в обе моих карты. Не повезло немного. Ну что ж, это... Hard Rock карта. От флюайса. Кстати, довольно часто он в своих играх выбирал. И это с Accuser. Шилол. От Ранди у нас выбрал эту карту в моп-пул. Ну что ж, первая карта от нее в финале. Мы же там только готовности игроков. Ну что ж, таймер чат уже на самом деле завершает свой обратный отчет. И мы готовы к финалам этого турнира между дисконтентом и флюайсом на Hard Rock карте. Не самая быстрая карта, которая есть в моп-пуле. И с переменным успехом начинают оба игрока. Постоянно меняются по акуросе. Дисконтент постепенно уже все-таки выходит вперед на 5% акуросе буквально. Оба игрока хорошо держат комбо. И это все еще не киай, а половина карты уже позади. 3% преимущества дисконтента. И, наконец-то, киай. Ошибается флюайс. Еще одна ошибка от флюайс. Здесь контент продолжает держать комбо. И уже очень значительно впереди по комбо и по акуросе. Ему остается только доиграть ту карту до конца. И на первой карте победу одерживает дисконтент. С фу комбо на карте. Причем это был пик флюайса. И сейчас выбор дисконтента уже. Может он с удобного довольно 2-0 начать эту серию. С бэм. В конце было, как бы, звучит, как свадербрейк. Ну что ж, за ваучер. Карту выбирал чинацу Хияма, которая сегодня у нас работает вместо того, чтобы играть на турнире. И поэтому он завозил карту в мобпул. Тем временем, оба игрока уже подтвердили свою готовность. И буквально 10 секунд нам остается для того, чтобы увидеть вторую карту. Довольно известный дракат пендул. Так, клиент турнира немножко подсходил с ума и... Флюайс допускает уже первую ошибку. Буквально на ровном месте, если честно. Между прочим, Флюайс эту карту таким образом может уже сейчас проиграть. Ну что ж. Первый Киай. И заканчивается уже первый бой на карты. Первую сотку от дисконтента. И всего лишь Сакюроси 95 играет Флюайс. Ошибается дисконтент не в самом удачном месте. Набирает комбо Флюайс и сейчас может успеть перевернуть этот матч. Стремительно набирает очки. И даже с такой акуреси, это шазевка на победу. Флюайс перехватывает лидерство. Ему нужно, не ошибаясь, доиграть карту до конца. И все-таки смог Флюайс себе эту карту забрать. Ошибка в начале не настолько ценная, как ошибка в середине карты. А ведь всего лишь одна сотка у дисконтента была. Буквально на 20 тысяч. 1-1 счет и время выбирать следующие карты. Обидно, обидно поражение для дисконтента на The Vulture. Ну что ж, второй новомод. Также чинатся к Яму. К сожалению, мои знания японского не позволят мне правильно прочитать название этой карты. Назовем просто Яму кара. Не самый сложный ноу-мод. Довольно приятно по игре, но все-таки нужно его очень аккуратно отыграть. 1-1 счет и эта серия уже превратилась в Best of 3. Игроки готовы начинать. И в очередной раз соток начинает Флюайс. Отлично проходит вступление дисконтент. Ну на карте достаточно места, чтобы ошибиться. Но СС, к сожалению, уже не будет. Ошибается Флюайс. И падает фейл. Это уже счет 2-1. Вот так внезапно закончилась у нас карта. Внезапно. Нашибка на стриме. Да, мы уже наблюдали это во втором паскапе. Насколько я помню. Ошибка в Ачмичи. На одной из хиден карты. Точно так же. Тогда это все быстро закончилось. Ну что ж, дисконтент выбирает карту у нас тем временем. И выбирает Сакура Токатори. Эту карту я смогу прочитать по названию. И будет ли теперь тайбрэк? Возникает вопрос. Очень неожиданный поворот, конечно, у нас на третьей карте. Ну что ж, игроки уже готовы. Обратный счет завершился. И... Ждем СС. От кого-нибудь из игроков. Ну что ж, первые паттерны оба игрока прошли 100% хорошо. На карте, на самом деле, очень долгое время. Ничего интересного не происходит. Потом все зависит от того, готовили вы ее или нет. Что ж, третья карта прошла. Но оба игрока вроде как готовы играть ее с такой акурой, если до конца. Очень важная карта. Флюайс еще может сыграть Кроссинг Филд, на котором у него в последних рандах были невероятные скоры. Но Флюайс ошибается. И ошибается к 50% карты. Это самое неприятное место для ошибок. Дисконтент нет, думает ошибаться. Более того, у него уже абсолютно в любом случае будет преимущество по комбов. Даже в случае одного меса. Тем временем карта уже подходит к своему концу. И, скорее всего, это абсолютно ничего не решит для Флюайса. Поскольку на карте уже практически негде ошибиться. А Дисконтент также не хочет допускать даже ни одной сотки. И это СС. Молодец Контента. И поздравляем его с победой на... Четвертом зимнем турнире. С такими счетами он действительно уже практически наверняка попадет в топ-8 рейтинга, который мы скажем позже. Также Флюайс. В любом случае мы поздравляем со вторым местом на турнире. Очень неплохие от него игры были. В сетке. Ну что ж, именно сам рейтинг, естественно, я не готов сейчас озвучить. Топ-8 игроков вы узнаете совсем скоро. Это произойдет буквально на днях. Это был последний четвертый зимний фасткап. В феврале жду вас всех на финалах обязательно. Касаемо следующих турниров, запланировать не только финалы зимнего сезона. Еще хотя бы один турнир обязательно в феврале месяце будет. Скажем так, простой, без рейтинга, но ждите его анонсов. И на этой замечательной ноте с поздравлением к победителям, с большой благодарностью к зрителям и участникам я хочу с вами попрощаться. Ждите новостей в группе, в дискорде, на сайте, чем удобнее пользоваться. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok